На этом уроке мы узнаем, как сделать навигацию между страницами сайта или, проще говоря, меню сайта. Сделать это можно разными способами. Во-первых, нам сама программа предлагает сделать навигацию. Это вот здесь, либо вставка панели навигации. Итак, нажмите эту кнопку и посмотрим, какие тут имеются виды навигации. Виды кнопок. Вот можем выделить какую-то, нажать ОК. И вот они, какие будут смотреться, как будут смотреться на сайте. Но я вам не рекомендую пользоваться такой навигацией. Во-первых, она в дальнейшем может у вас глючить. Я уже с этим сталкивался. Но, возможно, это только в этой версии ВПЖ-мейкера. Может быть, в дальнейшем появится другая. Хотя уже появилась, но я работаю все еще в старой версии. Поэтому вы пока просто послушайте, как она работает, как здесь поставить ее, настроить. А на самом деле мы будем делать другую навигацию. Итак, здесь мы вписываем название страниц. Это то, что будет написано вот здесь на кнопках. Например, первая страница будет называться главная. Я написал главная. И здесь она появилась. Дальше выбираем здесь какой-то текст. Цвет текста. Вот я сделаю белым, чтобы было видно лучше. При наведении, чтобы было красным. Вот я навожу, она становится красным. А также жирный, курсив, подчеркиваю. Здесь можно сделать горизонтальное расположение. Чтобы она располагалась по горизонтальной. А также расстояние между кнопками. Настройки. Здесь мы можем выбрать свои какие-то кнопки. Вот, допустим, я подготавливал кнопки. Вот такие. Это вид, когда на нее не наводишь. А потом другая кнопка при наведении. Вот такие были бы сейчас у нас кнопки в меню. Но, как я сказал, мы сейчас не будем делать такую навигацию. Поэтому я отменю. А навигацию сделаем из обычного текста. Но, чтобы текст не вставлять просто в пустое место. Давайте откроем папку 16.1. Картинки. Здесь мы увидим сайт бар в JPEG. Вытащим ее сюда. Поставим примерно в это место. Сайт бар это боковая панель в переводе. Здесь я в фотошопе уже вставил, как бы, кнопки. И вот на эти кнопки мы вставим тексты. Чтобы вставить текст, можно воспользоваться главным меню. Либо вот этой кнопкой. Итак, кликаем на кнопку. Затем в каком-нибудь месте. И два раза по этому прямоугольнику. Чтобы открыть текстовый редактор. Здесь выбираем шрифт. Но я оставлю по умолчанию. Arial. Размер выберем 11. Цвет черный. Можем сделать полужирный. Но я предлагаю так оставить. И пишем главное. О'кей. Вот у нас здесь уже есть название. Ставим на кнопку. Вот можно вот так вот выровнять. И поставить на кнопку. Но здесь, чтобы точно ставить, тут лучше все же поставить в параметрах сетку отображать на 7. Мы иногда будем переключаться. Ставить то на 7, то на 14. Вот сейчас удобно сделать 7. И поставить вот таким образом. Но это у нас пока только текст. Давайте еще раз два раза нажмем на нее. Выделим. И нажмем вот эту кнопочку. Задать гиперссылку. Здесь мы будем указывать, на какую страницу будет вести вот эта вот кнопка текстовая. Пусть это пока будет страница на моем сайте. А здесь укажем, какая это будет страница. У нас только одна страница, поэтому здесь только индекс. Нажимаем ОК. Я уберу сетку, а привязку к сетке оставлю, чтобы лучше было видно. Вот мы увидим, если включим просмотр в браузере, видим вот такую ссылку. Стиль ссылок можно поменять. Вот допустим для меню нам не нужно, чтобы было подчеркивание. Нажмем формат, стиль гиперссылок. Здесь добавить. И выберем нет оформления, чтобы не было подчеркивания. И цвет можно сделать, ну, к примеру, нам больше здесь пойдет черный. Хотя, я должен сказать, что при изменении стиля ссылок у нас может тоже глючить, они не всегда правильно работают. Мы этим, в принципе, пользоваться в дальнейшем не будем. Я просто вам покажу. Так, при наведении у нас красный, активный, может еще какой-то, посвященный еще какой-то. Но пока это нам не нужно. Итак, у нас стиль 1 есть. Выберем опять этот текст, выделим его, и нажав на кнопку гиперссылка, выберем этот стиль. Стиль 1. Теперь, если мы посмотрим в браузере, то мы, в принципе, как я говорил, не увидим. Вот черный мы задавали цвет, а он все равно остался синим каким-то. Но зато убралось подчеркивание. Нас это пока устраивает. Давайте вот так вот ее и вставим. Хотя здесь я вот вижу, что все еще подчеркнуто. А при просмотре не подчеркнуто. Ну, как я и сказал, тут она может глючить. Мы в дальнейшем сделаем это все во флеше. Пока научу, как сделать таким способом. А потом сделаем на флеше. Итак, у нас есть одна ссылка на одну страницу. Ну и у нас всего одна страница пока. И до конца еще не оформленная. Поэтому давайте я предлагаю сюда сразу все поставить. Откроем опять папку с картинками. И сюда ставим вот такую картинку. 16.1.Content. Поставим вот в это место. И также картинку 16.1.Footer. Она будет внизу. Здесь мы напишем какой-то текст. Или еще какой-то контент. Пока что это у нас ограниченное пространство. Вот всего лишь такой квадрат. Это нас пока устроит. А потом я вам покажу, как сделать так, чтобы мы могли это пространство увеличивать. Вот как, допустим, на моем сайте. Вот если посмотреть на мой проект сайта, то я вот здесь могу вот так вот эти вытащить. Видите, они отдельно. Я их просто, когда у меня страница увеличивается, я их дальше предоставляю. И вот такие еще детали. Это все делается в Photoshop. А здесь у меня флешки. Это во флеше меню. В дальнейшем мы сделаем тоже во флеше. Итак, мы подготовили как бы фундамент для сайта. А также можно изменить фон. У нас вот сейчас белый. Я предлагаю поменять на, допустим, какой-нибудь голубой. Также кликнем правой кнопкой мыши. Свойства. Здесь выберем вид. Тут видим фон. Текст по умолчанию можно сразу поставить белый. А фон здесь поменять. Выберем... Никогда не выбирайте вот эти цвета. Они слишком яркие. Сделаем больше цветов. Кнопку нажмем. И сюда впишем какой-то свой цвет вот в этих строчках. Для этого нам опять понадобится программа ColorCop. Если вы предыдущие уроки не проходили по флешу, то напомню. Это софт. Здесь видим программка ColorCop. Ее открываем. Ее устанавливать не нужно. Она просто так работает. И вот пипетка. Выбираем какой-нибудь цвет. Я предлагаю выбрать таким образом. Возьмем пипетку. Выберем вот этот цвет. Затем вставим сюда вот эти цифры. 0, 80, 139. Красный это 0. И тем 80. и 139. А теперь сделаем из этого цвета светлее. Для этого просто передвинем вот эту наверх. Сделаем светлый. Вот прямо такой светлый. Ок. Теперь у нас фон такой голубой. Можно сделать и картинками. Вот у вас есть также в папке 16.1. Вот эта ссылка на сайт с фонами. Можем посмотреть какие мы можем вставить сюда картинки. так я сейчас вставлю. Вот допустим выбрали какой-то фон. Здесь можем посмотреть превью. Как оно будет смотреться на сайте. Скачать долот. Вот у меня скачивается. Сейчас мы ее отсюда вырежем. Ставим в папку с картинками. Сюда я вставил 16.90. Теперь также здесь выбираю свойства. Фоновый рисунок. Ставлю галочку обзор и выбираю этот файл. Ок. И вот теперь у меня фон такими рисунками. Но честно говоря мне это не нравится. Я никогда этого не ставлю. Это я показал просто возможности. Поэтому я уберу фон. Фоновый рисунок. Оставлю просто голубой. Итак вы научились делать ссылку. Пока что у нас одна страница поэтому ссылка одна. В дальнейшем будем сюда добавлять по мере добавления страниц. И на этом уроке я пока закончу.